Потом на другую сторону перешли, то же самое одним, потом двумя садитесь, чтобы все были задержаны. Выход на ту сторону, в ту сторону. Завтра в борьбу за Кубок Солея вступает хоккейный клуб «Витебск». Для витебских «Медведей» это прекрасная возможность в деле опробовать практически новый состав. Добавились свои местные ребята, местные воспитанники. Левко из Солигорска, Ядроец с Нефтяника добавился. Некоторые ребята из других команд откалывались, может быть, в их услугах не нуждались, собирали. Сейчас идет процесс, просматриваем легионеров, которых привезли на позиции, которые у нас вскрылись, нужны были для усиления команды. Новичками их не назовешь, потому что приехали все возрастные игроки. И скорее нас, ну, можно назвать новичками в этой лиге, как минимум. Поэтому мы, скорее они нас учат, подсказывают где-то. Поэтому хороший коллектив, все друг друга помогают. Во время предсезонной подготовки у каждого хоккеиста было индивидуальное задание. Поэтому к командным тренировкам игроки подошли в хорошей форме. Начинали с общей физической подготовки, потом вышли на лед. В свою очередь руководство клуба обеспечивает игроков всем необходимым и создает комфортные условия для занятий и тренировок. Задолженности по зарплате, по каким-то выплатам у нас не было. Ну и стараемся в этом году тоже самое так же действовать, такой же политикой, чтобы не насобирать долгов. Поэтому команды все обеспечены всем необходимым. Есть тренировочный процесс, есть инвентарь, есть питание. Мы сейчас провели тендер, мы хотим поставить резервную коробку. Коробка всесезонная, она будет работать как летом, так и зимой. Это для подготовки и юных хоккеистов, и взрослых хоккеистов, и для любителей хоккея. Два клуба Витебска области свои первые поединки на Кубке Салея проведут в пятницу 30 июля. Оршанский локомотив дома сыграет с Гомелем, а Витебск также в родных стенах встретится с Металлургом. В этот же день свой второй матч на турнире проведет и новополоский химиков. В гостях он помирится силами с Могилевым.